итак ребят всем здарова всем привет и вы на канале гамбита здорово-здарова ребят итак сегодня у нас такой небольшой видео совет скажем так по поводу того как добыть до хреноресом на экипировку по что на босса у меня уже есть все да но там видосы по прохождение так сделал потому как думать его молодым ребятам все же хочется познакомиться уже в новых реалиях с боссами вот они просто иди бей ты шо не понял бери бей его все так же самое и здесь я хочу сделать что-то свежий взгляд скажем так ну хотя на самом деле он не особо изменился с прошлого раза вот но для того чтобы нам сделать экипировку на кого-то персонажа который мы хотим чтобы сделать ее уар на и все остальное нам нужно очень много материалов то есть примеру божика допустим типа ссср я просто покажу какие материалы нам нужны нам нужны до хрена синих камней и до хрена красных камней это еще только ссср на котором нужно подать дальше все остальное короче все упирается в деньги камни и камни типа синие камни красные камни если например красные камни есть варик добывать вместе с деньгами скажем так то есть у нас есть постоянный фарм форта солгалис и ждем скидки и пока сейчас изменилась механика работы форта солгалис сейчас на данный момент скидки на форт солгалис на золото здесь не 48 будет а 24 энергии за один проход будет каждое воскресенье не знаю как если вы смотрите меня сейчас будет ли все так же либо немного поменяется потому как иногда смотрят ребята гайды годовалой давности вот то сейчас на данный момент у нас будет скидка каждое воскресенье просто ставить сюда на автофарм во фармите как можно больше золота то есть у меня формат на данный момент именно такого формата и такой именно последовательности потому как в первом раунде он будет скидывать свои бомбочки потом king king на втором раунде докидывает га маргарет и гаутера вот но на первом раунде чуть больше урона надо поэтому вот такой формации вот именно такой последовательность такая формация мне очень нравится все карты а ешные плюс сам форт в основном наполнен красными персонажами и синие с ним вполне спокойно справляются вот но это отступление вот то есть фармите золото почему золото потому как красные камни которых реально в дефиците потому когда ты можешь фармить экипировку сарную и ниже сливать ее в дианы но все равно это будет очень мало выхода красных камней красные камни в основном первое что фармятся это с экипировочной лотереи если вы можете здесь на ключи поставить либо например вы вот в пвпхе где-то он юзайте у меня 1600 уже этих сундучков могу так же сам поставить на авто открытие на все 1600 и у меня будет чуть больше красных камней чем сейчас есть скажем так вот так же само здесь за золото я могу поставить там например 100 лямов там 200 лямов особенно когда здесь всякие бонусы эффекты идут да типа дополнительные показ улучшенный показ то есть не 4 например а 8 процентов такого плана часто здесь бывает так не очень часто но бывает скажем так вот можно ставить сюда и сливать золото здесь и получать как раз выход тех красных камней которых нас не хватает ну а пока сейчас нет таких бонусов эффектов есть еще одно место которое я постоянно использую для своих манипуляций с экипировкой это бойцовский фестиваль я в элитке достаточно таки высоко поднялся то есть претендент элитный все остальное вот и в разном есть вот это вот вкладка с я не помню сколько здесь можно купить камней но раз в неделю там ту же самую пятеру отдать вполне спокойно можно вот ну что ну шесть тысяч за три сонаковали такое эти камни у меня и так формятся эти карме также карточки не столь прям уже принципиальные еда стала чуть хуже по что ты не можешь ее использовать в определенном режиме скажем так вот камни так формятся монеты сверх пробуждения и так можно достать и притом за одну штуку платить шесть тысяч извините меня билеты все тоже также вот так карту можно купить и здесь все также все чертовски дорого поэтому я для себя лично вы можете со мной конечно в этом плане поспорить сказать типа чел ты не прав но лично я для себя вот решил что монеты можно тратить вот сюда на эти красные камни и на паки с карточками все для меня лично это все вот поэтому красные камни у меня выход идет отсюда sr на экипировку и ниже так само идет выход с фарма постоянного sr нам выпадает с патрулей очень много и оттуда падает скажем с патруля типа заходишь и у тебя постоянно есть ссср на экипировка и так по ходу действия когда фарм бесплатные этапы она и оттуда падает все же я советую завести себе красный квестик на восемь боев с шансом выпадения ссср на экипировки на атаку либо на хп но больше я советую наверное на хп для меня лично профитней потому как у меня много персонажей не одета в ссср на экипировку на хп и мне нужно банально подымать бк свои коробки поэтому я сейчас фармлю чисто ссср на экипировку на хп вот но это все аллегория аллюзии отступления вот как же получим красный камень я думаю мы все поняли давайте же синие теперь синие в основном помимо всех ивентов получается с того когда вы развиваете ссср на экипировку и при этом не просто развиваете ее а развиваете его время ивента у дианы как вот видите вверху написано повышение уровня супер успеха и ультра успеха и утилизации экипировки все то есть очень неплохой выход синих камней и нам нужно просто накопить к этому ивенту у дианы она этот ивент достаточно и популярен у дианы накопить много сср экипировка которая нам не нужна то есть к примеру давайте знаете как на чем на ком на ком на ком на может быть раздеть сейчас я думаю зеленая дерриер у меня сейчас раздета вот кп дефную экипировку не всяк это просто хп-шка ладно сюда деф нужно будет закинуть одну штучку для баналь для бк вот то есть ссср на экипировку хпдф но вы одеваете на персонажа давайте не на дерриер хотя бы по красоте смотреть да вот например сконор вот ссарную плюс 5 хпдф накинули на персонажа она дает неплохо так бака у скача 45000 бк с учетом того что он раздет и просто хпдф на экипировке ладно он прокачан но вас на каждом персонажа должна быть вот такая вот экипировка вот сср на плюс 5 хпдф на его для банально если у вас нет нормального сета на этого персонажа вы одеваете пока вот это вот для того чтобы у вас была банально росла бы к коробке и всю остальную экипировку то есть например вот вот эта экипировка она до хороших показателей вообще не дотягивается лочь это экипировка которая вас дотягивается к примеру к примеру к примеру к примеру на тут нету 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 вот примеру я залочил эту экипировку потому что она практически подходит к максимуму и я думаю возможно я прокачаю на кино кота персонажа потому как здесь очень хороший стат то есть всегда смотрите экипировку по хорошим начальному стату если у вас стат ужасные то есть например вот это вот зачем это качать просто плюс 5 с арку и в утиль просто с арку можно плюс 1 но я с в основном с этим делом не заморачиваюсь практически никогда вот я заморачиваю только с ссср на экипировкой время деньги скажем так и когда мы вот заморочились мы в этой нашли дохрена вот ссср на экипировки прокачали в плюс 5 я минут 20 накачал если не больше все таки про который сейчас буду сливать так что это в реально очень геморно ребята не любят этим заниматься но пожалуй придется вот и мы отправляем все дела в утиль потому как ко мне нужен дохрена вот у меня 406 как бы камни да но это мало кстати если вы большие прям задроты даже тут какую-то экипировку вот эту не все надел да если чем можно количество не ограничено вставить и уже не 12 а вообще типа вставишь сколько хочешь сейчас экипировки вот так 24 погнали дальше все все экипировка которая мне не нужна на данный момент я отправляю в утиль я могу типа выделить все растрировать все вместе но я хочу прочувствовать это знаете сама саморучно самолично тоже не зря я столько экипировки качал для того что просто через авто и отметить все это дело и слить все у меня уже 60 экипировки есть погнали дальше какую-то не отметил вот это я не отметил и вот это я не отметил все 72 экипировки и 4 5 6 7 8 9 10 11 я надеялся что вообще-то вот по поводу этой темы я надеялся что она не будет по 12 но отдельная на машину все вместе так вот как бахнет как воно все вместе супер успеха как жахнет я планировал вот так туда но звучит конечно максимально по странному но я надеялся именно на такой результат даже я опять какую-то не отметил вот эту не отметил 96 108 да у меня было очень много лишней экипировки которые сейчас хочу слить и опять какую-то не отметил эту не отметил она не подсвечивается зеленым так 120 да и вот как раз вот этот ряд еще отмечаю все 132 эссарной экипировки которая у меня лежала это уже типа я по факту можно и вот эту закинуть и 5 6 7 8 9 10 11 12 12 вот все чтобы был полноценный круг скажем так из 12 экипировки когда сливаете пытайтесь сливать именно вот так вот по 12 штук и смотрим сколько в итоге получилось как бы давай больше ультра успехов да да на суше бэренько 2700 красных камней ну это меньше это намного меньше чем я потратил скажем а потому что красных красных камней нужно будет реально очень много в обиходе но в итоге 254 и 10 только почему так мало пятых да ладно 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 так 250 сколько в итоге это самый сейчас калькулятор достану так 250 разделить на 6 41 камень то есть еще 10 который у меня есть это 51 камень пятой точки не так конечно много но и экипировки я слил только 130 штук и сами понимаете экипировки сюда нужно сливать до хрена много и вот вот это что я скинул сейчас это мизер ну теперь в принципе хотя вы понимаете цену этого всего дела ультра успех на 22 супер успех на 22 ультра успех ну да ультрасы на 18 маловазненько конечно я надеялся на чуть чуть побольше ну ладно то есть в принципе такого плана вы как освобождаете свой рюкзачок от лишней ненужной экипировки и получаете камни для прокача нужной вам экипировки на этом думаю пока гайд закончен если вдруг появится какая-то еще интересная информация либо вы будете накинете на комментариях я сделаю вторую часть этого продолжения если я реально там что-то мог забыть вот ну а пока что на этом у меня все ставьте лайки подписывайтесь всегда буду рад новым людям и новой компании у меня на этом пока все до скорого покеда